Пирог Другая разъемная и бумага для выпечки. Пирог состоит из трех начинок. Первая это творожная, вторая ягодная и третья сливочно-ореховая. Начнем с творожной начинки. Для приготовления творожной начинки нам понадобится смешать творог и готовый ванильный крем. Смешивать лучше специальной лопаточкой из силикона, которая позволяет добиться однородности крема. И теперь добавляем ванильный сахар, где-то примерно 15 грамм. Переходим к ягодной начинке. Для этого ягоды перекладываем в небольшой сотейник. Добавляем сахар. И даем ягодам немного прогреться. Разводим крахмал в холодной воде. Вода обязательно должна быть холодной, иначе крахмал у вас свернется. Разведенный в холодной воде крахмал тонкой стойкой добавляем к ягодам. При этом надо непрерывно помешивать и ни в коем случае не доводить ягоды до кипения. Слегка прогреть. Как только ягоды загустели, необходимо сразу же снять с огня. Переходим к следующей начинке сливочно-ореховой. Берем ингредиенты. Муку, орешки, сахар, сливочное масло. И все это перемешиваем. Получится такая вкусная, хрустящая крошка сверху нашего черничного пирога. При помощи вилки или при помощи ножа, а можно прямо рукой, превращаем все это в единую сливочно-ореховую массу. Масло, кстати, лучше взять не мягкое, а из холодильника, немножко подмороженное. Тогда кусочки у вас получатся более мелкие. Чтобы творожная начинка не прилипла к дну формы, застелим его бумагой для выпечки. Для этого просто вырежем круг диаметром с нашу форму. А теперь выкладываем начинки. Сначала творожную, распределяем ее ровно всему дну формы. Теперь ягодную. И сверху добавляем сливочно-ореховую крошку. Ну что ж, а теперь осталось отправить наш пирог в духовку. Лучше ее разогреть предварительно до 190 градусов. Время выпечки 40 минут. Наш черничный пирог готов. Одно маленькое условие. Когда вы выключите духовку, не торопитесь испекать пирог из формы. Пусть он немного постоит и остынет. Только после этого откройте замок и осторожно извлеките пирог из формы. После этого его можно разрезать на порционные кусочки и подавать к столу. Приготовление домашнего пирога для каждой хозяйки – особый ритуал. И не важно, какие ягоды вы в него положили. Главное – не забыть вложить в него душу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова